Они зашли в дом, потрогали вот так вот полы, а у вас полы сухие, но я уже пять дней качал воду. По словам жителей Еманжелинска, у комиссии, оценивающей ущерб от потопов, только один вопрос. Есть ли вода в доме? Если нет, значит и проблем тоже нет. Хотя люди уверяют, что просто ее уже откачали. Я пять дней качаю, по десять часов. У меня три насоса включены. Но они потрогали полы, а у вас все хорошо. Я их подвожу смотреть, что у меня створилось в огороде, а нас это не касается. Жители возмущены работой комиссии. Уверяют, что многих людей вообще эвакуировали из зоны подтопления. До сих пор под водой находятся приусадебные участки и подвалы домов. Мне позвонили вчера из администрации. Спросили, в самом доме есть вода? Я говорю, нет. Но у меня, говорю, дом стоит на бетонных плитах, которые начали трескаться. Подвал глубиной три метра. Как бы там и так высота уже. Как дали вода? Да. Грунтовка прибывает. Сейчас мне вот так уже. Сегодня недовольные жители отнесли заявление в местную администрацию. Глава Иманжелинская рассказал в своих соцсетях, что ежедневно делает объезд территорий. Общается с жителями. Власти помогают людям с откачкой воды. В поселках Батуринске и Зауральском поочередно работает мощная насосная станция. Лидол пью. Все пью. Обязательно. Все равно здоровье – это главное. Здесь жить надо. И здесь во всем поможем. Вы, пожалуйста, только держитесь. Просто пройдите хотя бы на дорогу. Пойдемте, пойдемте. На днях глава Коркина тоже общалась с местными жителями. После разговоров с людьми Наталья Лощинина потребовала от комиссии не быть безучастными. Следить не только за уровнем воды в доме, а более внимательно оценивать пострадавшие дома. Смотрите технику. Все-все-все смотрите. Не просто вот уровень воды, насколько поднялся. Здесь уровень воды достаточно стоял. По поводу жалоб жителей Иманжелинска мы направили официальный запрос в Министерство социальных отношений региона. Как чиновники прокомментируют историю, обязательно расскажем. Иван Абросимов, Дмитрий Бачко, 31 канал.